Здравствуйте. Современный мир очень сильно меняется не только с точки зрения нашего быта, изменения каких-то там бытовых проблем, но и с точки зрения открытости границ. Сегодня огромное количество людей мигрирует и внутри самой России, и далеко за рубеж, и к нам прибывает огромное количество разных людей. Они уезжают учиться, женятся, ищут новое место работы. Что такое миграция? Добро или зло? Как миграционные процессы влияют на социально-экономическую жизнь региона? Гостями нашей студии сегодня является министр экономического развития, промышленности и торговли Республики Владимир Аврелькин, руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чуваше Эльвира Максимова, начальник управления Федеральной миграционной службы по Чувашской республике Виталий Черничкин, заместитель начальника отдела организации трудоустройства государственной службы занятости населения Чуваше Татьяна Аскарова и заместитель начальника отдела профессионального образования и науки Министерства образования и молодежной политики Чуваше Марина Николаева. Итак, уважаемые эксперты, что такое миграция? Для вас конкретно добро или зло? Я считаю, что с учетом всех тех интеграционных процессов, которые происходят в России, с Европой, Америкой и так далее, это нормальные процессы в экономике, которые перераспределяют рабочую силу, высококвалифицируемые, низковоквалифицируемые. Поэтому я не вижу ничего трагичного, я считаю, что это нормальный процесс. Вечая на этот вопрос, хотелось бы отметить, что одним предложением здесь ответить достаточно тяжело. Что касается иностранных граждан, то полагаем, что миграция высококвалифицированных, интегрированных в наше гражданское сообщество, иностранных граждан, наших соотечественников, миграция – это определенным образом добро. Миграция, получая в качестве гостей низкопрофессиональных, не образованных, не адаптированных в наше гражданское сообщество гостей, плохо знающих русский язык, полагаю, в этом больше минусов, чем плюсов. В отношении российских граждан, полагаю, что миграция – благо, когда развивающаяся инфраструктура страны предполагает возникновение трудовых вакансий на каких-то горящих строящихся объектах, когда создаются сотни и тысячи трудовых рабочих мест. И определенный минус, когда люди уезжают в поисках лучшей доли за пределы региона. Миграция – это реальный факт, и возможность гражданина жить, учиться и работать по своему выбору – это благо, по-моему. Я считаю, что это и не добро, и не зло. Это естественный процесс, который происходит на сегодняшний день. Во всем мире он присущ и нашей республике, и поэтому сказать конкретно, зло это или добро на сегодняшний день, наверное, однозначно нельзя, и поэтому эти вопросы сегодня будем обсуждать по ходу нашей передачи. В учебниках истории описана миграция с древних времен, и это нескончаемый процесс, и миграция, она всегда будет продолжаться. Ну что ж, для начала давайте посмотрим, уважаемые эксперты, каковы основные тенденции изменения численности населения в Чувашской республике, соответственно, влияют на это каким-то образом иммиграция? Числость населения – это один из основных показателей для расчета параметров социально-экономического развития любого региона России и нашей республики. И влияют на изменение численности два показателя – это естественный прирост или убыль, и миграционный прирост или отток населения миграционный. Говоря об истории современной республики нашей уже в постсоветский период, надо отметить, что вот эти две составляющие влияли по-разному на изменение численности населения. С 1993 года в республике и по сегодняшний день происходит сокращение численности населения. При этом до 1999 года численность населения сокращалась за счет естественной убыли, то есть у нас очень мало рождалось детей, но был миграционный прирост населения. То есть у нас возвращались граждане, во-первых, с бывших союзных республик Советского Союза. Ну, на историческую родину. Да, возвращались с северных территорий, вот Коми, Мурманск, Якутия и восточные регионы, возвращались по месту жительства предыдущего. Начиная с 1999 года по 2011 год у нас сокращение численности населения происходило уже за счет обоих факторов. И за счет естественной убыли, и за счет миграционного оттока. То есть в этот период у нас оба фактора влияли отрицательно на численность нашей республики. И вот буквально в последние два года у нас есть небольшой естественный прирост, немногим более тысячи вот за прошедший год, но пока, конечно, он не восполняет миграционный отток населения. То есть по-прежнему миграционный отток из республики у нас продолжается. – Ну, это радует зато медицину и вообще всех других людей, потому что у нас стали ржать вторых и третьих детей. И мне кажется, для общества это перспективный, позитивный такой момент, да? – Да, да. То есть я говорю, что два года у нас естественный прирост, и вот первые три месяца 2014 года тоже наблюдается естественный прирост населения. Он даже в немного больших размерах, чем первый квартал 2013 года. – По внешней миграции. Я думаю, что сегодня не стоит драматизировать ситуацию. Мы не можем съесть больше, чем нам положено. То есть сегодня обеспеченность экономики трудовыми ресурсами, она вот такова, которая требуется. Ну, условно говоря, если раньше в сельской местности трудилось комбайнер, ну или три комбайна обрабатывали один тот же участок, то сегодня с учетом обновления фонда, с учетом выпуска новой техники, интенсификации производства, конечно, сегодня один комбайн обрабатывает. Поэтому отток, если посмотреть, наблюдать, среди взрослых поколений, которые, ну, низквалифицированного. Первый фактор. Второй – это то же самое, если на заводе. Раньше на площади производства площадки тысячи квадратных метров работало порядка ста человек на том оборудовании, которое было присуще. Основное обновление фонда происходило у нас, это вот седьмые, восьмые годы, и вот сегодня происходит. И сегодня на этой же площадке трудится пять-шесть человек. То есть высокую среду. Но ведь трудится, двигается в сторону повышения производительности труда, да? Повышение производительности, абсолютно верно. Незвежный фактор для России, для России. Конечно, конечно. Поэтому, ну, что делать для того, чтобы вот этих вышедших с завода людей из сельского хозяйства, мы, наверное, дальше обсудим. Поэтому, я, честно говоря, пять-шесть скажу, что не вижу ничего такого, что у нас миграция сегодня, вот она есть. Мы увеличиваем производительность труда, мы повышаем квалификацию их, создаем высокопроизводительное рабочее место. Если говорить о миграционных потоках в плане перемещения российских граждан, то нужно отметить, что статистика говорит о том, что за последние четыре года снятых с регистрационного учета граждан, российских граждан, проживающих в Чувашской республике, составило, не много, не мало, а почти 30 тысяч человек, поставленных на регистрационных учет в качестве прибывших в регион составило 20 тысяч 300 человек. То есть, почти на 10 тысяч меньше. Есть у нас еще миграционные потоки, связанные с иностранными гражданами. Характеризуя эти показатели, нужно сказать, что ежегодно в регион въезжает от 11,5 до 14,5 тысяч мигрантов, и ежегодно же убывает от 9 до 10 тысяч мигрантов. Причем из въехавших мигрантов порядка 3-4% оседают в регионе в качестве уже российских граждан, законным образом вступивших в российское гражданство. Ну, основная масса, наверное, это студенты, которые учатся в наших высших учебных заведениях, да? Какая-то часть из них, вероятно, и женится. И какая-то часть, это трудовая миграция, которая контролируется у нас, вашим органом. Я бы сказал, наверное, в большей степени количество въезжающих это трудовая миграция. 11 тысяч трудовой миграции? Я сказал, общее количество въехавших иностранных граждан в регион, это ведь и студенты, это и родственники, это и трудовые мигранты. Цифры нужно разделять. Учет мигрантов в России осуществляется Росстатом на основании данных, которые представляют нам органы миграционной службы. И до 2011 года мы регистрировали, мы обрабатывали данные только по тем, кто пребывает на постоянное место жительства, то есть по месту жительства. А с 2011 года регистрируем еще и тех, включаем в обработку мигрантов еще и тех, кто регистрируется временно, то есть по месту пребывания на срок более 9 месяцев. Вообще практически всегда мобильно у нас граждане трудоспособного возраста. Это 75% населения трудоспособного возраста мигрирует, пребывает и выбывает. И вот по официальной миграции женщин больше, чем мужчин, то есть больше 50% мигрирующих – это женщины. В нашей республике миграционный отток идет из сельской местности в город. Он был характерный и для советского сторона. Да, да, он был вот и до 90-х годов был характерный отток, большой, кстати, отток из районов, сельских районов республики в городскую местность. И сейчас вот с 2010 года, можно сказать, тоже вот этот отток немного прослеживается. А с 91-го года были граждане, которые наоборот ехали в сельскую местность именно в связи с закрытием. И это тоже было характерно для всей России. Да, 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 для всей России. И мы тоже видим по своим данным, что у нас действительно или на уровне вот этот город-село, или действительно из города ехали даже в сельскую местность граждане для того, чтобы заниматься и сельским хозяйством, подсобным личным хозяйством. В основном официально наши граждане едут в Москву, Московскую область, Санкт-Петербург. И вот крупные наши соседи – это Нижний Новгород и Татарстан. Нижний Новгород и Татарстан. И еще, наверное, интересный факт, что это даже неинтересно, это просто не обращали на это внимания. Первый такой скачок миграционный из сельской местности в город – это в 15-19 лет. То есть люди окончили школу и едут в город. Еще в счастье, да, естественные продукты. Получить образование, да, сегодня без образования, наверное, уже в дальнейшем построить свою судьбу невозможно. И второй такой, и при этом из города скачка, вот в другие регионы еще нету, в целом из республики скачка в другие регионы еще нету. И уже 24-25 лет, вот в этот период, еще один такой скачок уже из республики, ну, получив образование, ну, достаточно хорошее образование в нашей республике, молодежь ищет уже возможность трудоустроиться. Ну, вот, уважаемые эксперты, Чувашия, так же, как и Россия, все-таки живет в состоянии перманентных выборов, соответственно, политические бои, оппоненты, вечно критикующие власть, да, и наблюдающие за ним обыватели, не всегда понимают, кто что говорит, да. И поэтому достаточно резонный вопрос понять все-таки, каким образом миграционные процессы влияют на состояние экономики. В первую очередь Чувашской республики, конечно, да, и как это отражается, может быть, присутствие чувашских трудовых ресурсов где-то там и на российских регионах. Вот эта миграционная убыль, еще раз говорю, она закономерна. Экономика, она регулирует эти вопросы. То есть, если сегодня не требуется количество такого рабочего, да, то она отрегулирует это. Потребность в кадрах на предприятиях республики сегодня, в принципе, сбалансирована. Есть отдельные отрасли, это, как сказано, там, легкая промышленность, швейная, особенно, да, где деятельности необходимы усиление и предупреждение от тока этого. То есть здесь там с невысокой заработной платой. Вот здесь вот необходимо работать. В машиностроении у нас инженера, мы обеспечиваем инженерами. В ультратехнике мы обеспечиваем инженерами. Во многих отраслях экономики сегодня, в принципе, сбалансированы. Поэтому даже вот нас не смущает приток сюда иностранной рабочей силы. Потому что, как правило, иностранная рабочая сила, она работает во вредных условиях и в низкоквалифицированном, куда сегодня идет наш вот чувашский работник. Поэтому мы не смущаемся приток сюда рабочей силы. И, еще раз говорю, экономика регулирует вот эти все процессы. Все-таки, наверное, вопрос миграции наших земляков за пределы республики объясняется не только тем, что наша республика трудоизбыточна, что высокая плотность населения, но это в первую очередь, наверное, тем, что чувашский народ издревле был трудолюбивым народом. И если вспомнить даже историю 60-е, 80-е годы, мы знаем, что нашими земляками гордились всегда и при строительстве таких великих строй, как БАМ, Атамаш, привлекали и на освоение земель. Из наших земляков вырастали хорошие политики, и другие деятели, и ученые выходцы есть. То есть республика богата кадрами, и наши кадры с удовольствием привлекают и приглашают для осуществления трудовой деятельности в другие регионы. И я хочу сказать, что вот если на сегодняшний день по официальным, ну не совсем, может быть, а не официальные данные, но по данным где-то в Москве и в Подмосковье проживают более 15 тысяч наших земляков, это тоже говорит о том, что они там востребованы. Ну и еще один, наверное, такой аспект, который здесь необходимо отметить, это все-таки привлекательность заработной платы. Она, конечно, выше в тех регионах, куда выезжают наши земляки. И если взять официальные уже данные, средняя заработная плата в среднем по республике составляет где-то около, чуть более 19 тысяч, то предлагаемая заработная плата работодателей за пределами республики бывает и 30, и 45, и более тысяч. И, конечно, люди вправе сами выбирать, куда ехать и где осуществлять свою трудовую деятельность. Тестность работодателя за отток рабочей силы из региона тоже есть. И вот есть статистика о том, что на наших ведущих предприятиях вакансии в прошлом году исчислялись тысячами. Да, это вредное производство, но почему население нашего региона, возможно, должно работать на вредном производстве в другом регионе, можно создать соответствующие условия в нашем регионе. Вы работали, что им там больше платили, почему сегодня иностранные рабочие заняли это место? Иностранные мигранты, иностранная трудовая сила заняла эти рабочие места, на мой взгляд, по причине определенной экономии работодателя средств на выплату заработной платы. И неприхотливости этих новых трудовых мигрантов, да? Да, и определенное отсутствие прав у этих мигрантов на защиту профсоюза, на выплату, может быть, каких-то страховых сумм за получение травм. Ну и много есть еще вот таких вот подобных факторов. Ну, я думаю, что это свойственно вообще, тенденция такая для всего мира, потому что однажды я была в Испании, мы ходили по предприятиям, и они говорили, что тоже на консервном производстве, которое, кажется, не очень, может быть, иногда эстетичным, или можно было вот как раз использовать там приезжающих русских, приезжающих там турков, им значительно меньше всегда платят, да? Это, наверное, вот такая некрасивая сторона эстетики бизнеса в целом. Согласен с вами. Речь идет о вопросах экономии, как я уже сказал. Если у работодателя имеется возможность сэкономить свои ресурсы на выплату заработной платы, он будет использовать любые способы, в том числе способ привлечения иностранных рабочих сил. На это достаточно сложно повлиять, да, даже государственным путем. Совершенно верно. Если говорить о квотах, то достаточно большое количество запрашивает предприятие квоту по иностранным гражданам, на те условия, которые имеются, даже не привлекает иностранных граждан. Квота исчерпывается по годам не более, ну, максимум 70% было в 2010 году. 38, 52, 63. Надо ли о этом говорить? Это тоже один момент в сложности, да, регулирования этого процесса. Может быть, они не могут предвосхитить и предугадать? Так, на всякий случай заказали, а потом не стали приглашать, потому что что-то у них не развелось в этом бизнесе. Ну, определенные ведь были планы на получение данной рабочей силы, и исходя из этого составлялась квота по региону. К сожалению, это планирование, оно оказалось определенным прожектерством, потому как выполнение данной квоты, исчерпание данной квоты по 50-60%, наверное, это не выполнение плана. А в каких случаях вообще вы наказываете работодателя или лишаете его там вот этой лицензии разрешения на привлечение иностранной рабочей силы? Однозначно наказание для работодателя следует за привлечение незаконной рабочей силы, иностранной рабочей силы. То есть тенденция мировая, она у нас не только в России, в Чувашской республике присутствует в форме скрытого? Да, и очень активно присутствует где-то недобросовестные работодатели считают, что проще привлечь нелегального мигранта, чем заниматься законным оформлением его трудовой деятельности. С этими процессами мы боремся, имеются достаточно хорошие положительные результаты, и многие работодатели от этой практики уже отказались. – Уважаемые эксперты, а в чем тогда заключается парадокс ситуации, когда у нас в Чувашской республике предлагаемых на рынке рабочих мест гораздо больше, чем соискателей работы? – Ну, здесь, наверное, отвечу я, потому что мы официально собираем данные от предприятий об имеющихся вакансиях и официально регистрируем безработных граждан. Да, действительно, на сегодняшний день вакансии во много раз превышают численность состоящих на учете граждан. Если на сегодняшний день на учете состоит около 5 тысяч безработных граждан, то количество вакансий превышает 16 тысяч. Чем это обусловлено? Ну, во-первых, тем, что на сегодняшний день существует проблема спроса и предложений рабочей силы. И последние годы, мы знаем, в основном шел упор на приобретение профессии не рабочей специальности, и поэтому эти заявки остаются невостребованными, скажем так. На сегодняшний день более 70% заявленных вакансий – это по рабочим специальностям. И надо отметить, что ситуация в этом плане все равно у нас улучшается. Если, например, буквально вот в 2010 году у нас на одну вакансию приходилось на одну вакансию приходилось 3 человека, то на сегодняшний день… Соискатели. Соискатели, да. То на сегодняшний день резко пропорционально наоборот, скажем так. Сегодня уже на одного безработного гражданина приходится 3 вакансии. То есть коэффициент напряженности на рынке труда резко повернулся наоборот. И, казалось бы, есть такая возможность найти работу. Да, она действительно есть, но существует проблема – это вот спрос и предложение рабочей силы. Если взять даже в разрезе отдельных специальностей, скажем, вот на начало 2010 года на каждую заявленную вакансию плотника претендовало 53 человека на каждую вакансию. На начало 2014 года уже наоборот на одного соискателя приходилось 7 таких заявленных вакансий. Если возьмем ту же специальность востребованного сварщика, также на одну вакансию претендовало 20 человек, сегодня 12 вакансий. На повара претендовало… на одну вакансию повара претендовало 5 человек, а сегодня на одного повара уже 11 вакансий. То есть мы видим, что на сегодняшний день востребованы рабочие специальности. Конечно, здесь, наверное, уже нужно делать акцент на подготовку специалистов по рабочим специальностям, потому что сегодня они востребованы. Сегодня одна из основных причин, почему происходит нетрудоустройство, ну или такое количество вакансий по сравнению с желаемым устроиться, это низкозаработная плата. И были в том числе и попытки, ну или отъезда из республики социальных служб, это и врачи, и учителя, и педагоги, для того, чтобы за больше заработной платы в другие регионы. Тенденция, к сожалению, сохраняется, но вместе с тем сегодня правительством Российской Федерации и правительством Чувашской Республики предпринимаются максимальные возможности и попытки для того, чтобы удержать суду. Вы знаете, что президентом России Владимиром Путином были подписаны еще в мае 2012 года указы по повышению заработной платы. Сегодня наша республика находится на седьмом месте по выдерживанию темпов. Мы обеспечиваем уровень заработной платы выше, чем по республике. У нас сегодня врачи получают больше тысячи долларов, педагоги стремимся к этим же показателям и так далее. Поэтому работа и по трудовым специальностям будет продолжена. Здесь, видите, нужно понимать, что сегодня специалист, обладающий только одной профессией, даже с учетом тех вакансий, которые имеются, он не нужен на рынке труда. Сегодня нужны универсальные специалисты, которые могут, условно говоря, токарный, фрезерный, сверлированный станок обслуживать, работать причем на совершенном оборудовании. Задача стоит – это повышение квалификации. Изменение ментальности, наверное, в первую очередь, граждан, жители Чувашской республики, понимание того, что ты должен быть многостаночником. Это не имеет значения. Универсальным специалистам, да. В условиях, когда мигранты всего мира ищут места, где зарплата более высокая, трудно осуждать любого нормального человека, который пытается туда уехать. Но все-таки чрезвычайно важно, что делает конкретно правительство Чувашской республики в сфере создания новых рабочих мест. И, с одной стороны, высококвалифицированных для того, чтобы не уезжали высококлассные специалисты, которые очень сильно нужны. И люди, может быть, менее квалифицированного труда, чтобы все-таки они жили в своих семьях, и женщины не воспитывали одни своих детей. Я хочу ответить на этот вопрос и сказать, что вернуться, наверное, к тому тяжелому времени, которое переживала вся страна и наша республика в том числе, это кризисные годы. Вот если вернуться в 2009 год, когда и в Чувашии экономическое положение было, скажем, не совсем стабильным, вот тут вот правительство республики взяло на себя такую обязанность, и была подписана республиканская целевая программа, направленная на снижение напряженности на рынке труда Чувашской республики. С 2009 года, в 2009 году, в 2010 году, в 2011 году, когда была сложная ситуация, в рамках реализации этой программы были сохранены и те рабочие места, которые находились под угрозой сокращения, ликвидации. Со стороны государства была оказана финансовая помощь на сохранение этих рабочих мест. В это время производилась компенсация заработной платы граждан, которые работали неполный рабочий день, неполную рабочую неделю. Осуществлялось опережающее профессиональное обучение, шла подготовка кадров на те рабочие места, которые или модернизируются, или будут внедряться, или сохраняться, чтобы повысить квалификацию специалистов. Осуществлялась стажировка выпускников учебных заведений, это опять же с компенсацией, ну, финансовые средства, естественно, государство в какой-то части там компенсировало. Оказывалась финансовая помощь безработным гражданам на открытии собственного дела. Но, несмотря на то, что кризис этот миновал, но все равно вся деятельность органов службы занятости, она строится в соответствии с программами содействия занятости населения. Сейчас вот осуществляется деятельность органов службы занятости в рамках реализации государственной программы содействия занятости населения на 2012-2020 годы, которая также предусматривает обеспечить занятость гражданам, проживающим в Чувашской республике. Это и трудоустройство как на постоянную работу, так и на временную работу. Вот это общественные работы. Это трудоустройство граждан, испытывающие трудности в поиске работы. Это организация временных работ для выпускников в возрасте 18-20 лет, ищущих работу впервые. Это, опять же, оказание финансовой помощи на открытии собственного дела. Это профессиональное обучение, переобучение, подготовка кадров. То есть вот такой широкий спектр вопросов, которые включают в себя программу, он направлен как раз на улучшение той ситуации и на сохранение рабочих мест, и на то, чтобы в первую очередь, конечно, мы обеспечивали трудовой деятельностью граждан, проживающих в Чувашской республике, у себя здесь, в республике. Владимир Александрович, а по созданию новых рабочих мест, что делается? Начну не с того, что, еще раз, миграция. У нас мигрирует молодое поколение в массе, ну и взрослое. То, что мы говорили, это несквалифицированное. Задача сегодня стоит перед республикой – это сохранение вот этих вот молодых ребят, которых сегодня можно переучить, научить, создать из них высококвалифицированных специалистов. И задержать их в территории Вашей республики. Сегодня правительством единственный регион, который оказывает предоставлять дополнительную стипендию выпускникам или поступающим в ВУЗы на технические специальности. Мы дополнительно доплачиваем, кроме как университетских, еще и за республиканскую бюджету. Первое. Второе. Сегодня сами предприятия, сознавая необходимость удержания, для них это тоже, так же, как и для нас, для них тоже это проблема. Это создание вискульцированных кадров и обеспечение ими себя. Сегодня создаются ресурсные центры предприятиями. На базе предприятий создаются кафедры, профильные. В правительстве в республике создаются ресурсные центры, центры прикладных квалификаций. Это все дело для того, чтобы, еще раз, повысить квалификацию и удержать их здесь. Для того, чтобы сразу же после того, как они закончили высшее учебное заведение, они могли знать, что я приду вот на это рабочее место, я буду здесь востребован. И, как правило, ну, электротехнические предприятия, они обеспечивают себя полностью, обеспечивают таким образом. Они со второго курса уже, каждый студент знает, куда он подойдет. Примерно такая же схема, действуемая в машиностроении. То есть, сегодня созданные самими предприятиями, в числе ресурсные центры, там, скажем, Мазар, на базе Тебас-Чубасарской электромеханической колледжи, ряд центров, ЛАРа создает сегодня для себя центр, для того, чтобы удержались здесь и дать хорошие рабочие места с высокой заработной платой. Следующее, что делается, это создание инвестиционных площадок. Нам нужны новые проекты. Сегодня республика выделяет денежные средства на создание и участвовать в федеральных программах, для того, чтобы создать инвестиционные площадки, готовых для строительства заводов, предприятий, фабрик, не важно, чего. И сегодня уже реализовано это в Канаше, в Новочебасарске, в Алатаре, сейчас в Канаше, в Чебасарах такие площадки созданы. Ну, знаете, что напротив тракторного завода реализуется индустриальный парк. Только в 15-16 годах мы ожидаем, что будет создан дополнительный порядок 800 рабочих мест на этой площади. Ну, это сложные такие процессы, стратегические, да? Да, безусловно. Следующее, это мы в меньшей степени можем повлиять на крупный бизнес, мы можем повлиять на стимулирование развития малого бизнеса. Вот за три года, и глава республики озвучил, что за три года беспрецедент это более миллиарда рублей выделено на поддержку развития этого сектора. Как результат, в 2013 году 155 тысяч работающих трудятся на субъект малого и среднего бизнеса. Это на 30% больше, чем в 2012 году. У нас ведь не обрушился этот малый и средний бизнес, несмотря на то, что там и налоги пересматривали, да? Была ситуация в 2013 году, когда у нас действительно наблюдалось сокращение, но еще раз, мы это обсуждали, что сокращение за счет неосуществляющих деятельностей было. Сегодня обратный процесс, когда вновь регистрируются индивидуальные предприниматели, причем юридические лица не сокращались, они не приумножались, поэтому тенденция переломилась. В этом году то же самое будет. То есть мы также будем выделять средства на создание новых рабочих, на развитие производства, на обновление базы и так далее. Ну вот я знаю, программа моногородов, она по-прежнему действует, да? Я сказал, да, что вот в этом году Канаш у нас был участвор в программе. Буквально 11 апреля заседание было правительство комиссии, правительство комиссии по отбору этих моногородов. Из 280 городов выбрали 5 всего лишь, в том числе и наш город Канаш. В сельском хозяйстве чрезвычайно важно, что вот как раз сельские мужчины, сельские жители, да, они уезжают на стройки Подмосковья. Как важно задержать крестьянина, по сути дела, в Чувашском селе? Только за 4 года, да, за 4 года реконструировано и вновь создано 112 новых предприятий в селе. За действия программы АПК, это 184 организации вновь реконструированы, но созданы. Это более, почти 800 новых, высококвалифицированных рабочих мест созданы. Кроме того, республикой только за 13 год порядка 2 миллиардов выделено на поддержку села. Это улучшение жилищных условий идет. Еще раз говорю, вся эта поддержка, она безвозмездная, и мы ведем, понятно, что интеграционные процессы, это когда крупные холдинги объединяются, забирают еще раз земли, почему и происходит, происходило освобождение, что, как я объяснил, заходит многопрофильная техника, выходит служившая срока. Кроме того, реализуют, кроме как крупных холдингов, в республике сельского хозяйства, поддерживающие начинающие фермеры. За два года 97 фермеров вновь организовано, получили поддержку, и крестьянские фермеры сельского хозяйства. То есть в село идет, как и социальная поддержка, так и финансовая поддержка. Социальные подразумевают, это же личные условия, это обеспечение медкадрами, и так далее, и так далее. Уважаемые эксперты, вот помнится, что еще в 2003 году была создана республиканская программа, специальная, по подготовке кадров, потому что вот здесь уже звучала мысль о том, что выходят молодые люди с дипломами, и зачастую пока все еще ненужными на нашем рынке труда. Это проблема ментальности их родителей, реже детей, потому что они еще малые, чтобы понимать, куда им нужно идти, в реальную экономику. Когда пытались собрать за один стол членов правительства, вузов, подготавливающих этих новых специалистов, будущих специалистов, и работодателей. Почему программа все-таки работала, она пыталась что-то сделать, почему по-прежнему все еще трудно смоделировать все эти вещи? У нас действительно был диалог между образовательными учреждениями, работодателями и правительством, о том, что распределение подготовки кадров. Буквально три года назад еще преобладала гуманитария экономики, юриспруденция, и, к сожалению, ребята выходили невостребованным рынком. Сегодня ситуация изменилась, и сегодня и сами организователи, и образовательные учреждения осознают это, что те, кого они учат, они дальше остаются на улице, ну, или в службу занятости приходят, и, как правило, там могут не найти работу. Так вот, сегодня усиленная работа это инженерных специалистов, это специалистов, которые сегодня достаточно востребованы на рынке. В продолжение, как бы, Владимир Александрович, сказать, что вузам невыгодно готовить специально, ну, образовательным учреждениям, профобразователям невыгодно готовить по невостребованной специальности. Почему? Минобранауки проводится мониторинг эффективности вузов. О, это очень важный элемент. И одним из показателей мониторинга эффективности вузов является это трудоустройство выпускников. И там пороговый показатель установлен на который, пороговый показатель по трудоустройству это 96%. Поэтому, наверное, была такая маленькая буря в стакане воды, когда вот активно обсуждалась вот эта тема по аттестации наших Чувашских высших учебных заведений. Но меня лично, как налогоплательщика, это очень радует. Потому что, когда люди обучаются за счет средств общего бюджета, да, я, может, хочу, чтобы бассейн где-то мне там построили рядом с домом, а мы ведем подготовку ненужных совершенно кадров. Так что, это очень важно. Кроме этого, в республике у нас реализуются такие проекты, как «Лучший выпускник». Ежегодно в базу данных «Лучший выпускник» включается 500 самых лучших выпускников наших учреждений профессионального образования. Из этой базы данных трудоустраивается около 30% на предприятии, на высокотехнологичное производство. Но не факт, что часть выпускников все равно уезжает за пределы Чувашской республики. Активно развивается в республике у нас эта целевая подготовка специалистов. Это означает, что образовательные учреждения готовят конкретно для какой-то организации. В настоящее время ребята, которые обучаются на основании целевых договоров, это свыше 20%. То есть, это те ребята, которые полностью получаются обеспечены местами после окончания учреждения. Кроме этого, предприятие выделяет, поддерживает наших ребят, выделяет свои стипендии в период обучения и обеспечивает местами для прохождения практики. Ну, вообще, 30% выпускников тех же самых школ по статистике Чувашской, они уезжают, к сожалению, за пределы Чувашской республики. Что делается для того, чтобы удержать нашу золотую молодежь в Чувашской республике? В течение 10 лет правительством Чуваши выплачиваются стипендии тысячи молодым учащимся и специалистам, то есть представителям молодежи. Уже 11 тысяч набралось таких специалистов. Да. Кроме этого, с 2012 года для ребят, которые сдали ЕГЭ 70 и выше баллов по физике и математике, учреждена специальная стипендия. Это в размере 2000. В этом году в вузы Чуваши поступили 78 ребят, которым учреждена данная стипендия. То есть это в искобальнике. Кстати, из 11 тысяч студентов, это 40% молодые специалисты, которые работают на предприятиях нашей республики. Ну, я точно знаю, что это очень весомая поддержка была, потому что это получали и молодые артисты, и молодые библиотекари, да, из области культуры и образования. Как раз это тоже, это было системное такое, системное повышение их зарплаты. очень важно для закрепления кадров. И все-таки, уважаемые эксперты, в современных рыночных свободных условиях все-таки у нас сохранилась форма организованная такая форма трудоустройства граждан в других территориях? Или вся трудовая миграция по сути дела остается в зоне серого рынка такого, включая серые рынки зарплат? Серый рынок труда не обязательно серый рынок зарплат, наверное, надо иметь в виду. То есть, вот по нашей оценке более 10% экономически активного населения работают у нас за пределами нашей республики. Это в основном, конечно, мужчины сельской местности и работают они в строительстве. Ну, 70% работают в строительстве. Москва и Московская область. Это вот здесь четко ограничено. Мы видим Москва и Московская область. И 35% это имеют начальное профессиональное образование и еще 30% только школы, ну, неквалифицированные рабочие силы, будем говорить. Высшее среднеспециальное образование незначительно выезжает вот таким образом. Конечно, надо сказать, что, наверное, работа мигрантов, использование труда мигрантов у нас в России еще изучено слабо, изучено слабо. И в 2014 году впервые, вот уже в мае, Росстат начинает изучение труда мигрантов, использование труда мигрантов, то есть в рамках обследования населения по проблемам занятости будет проведен будет проведен дополнительный опрос, именно используется ли труд мигрантов в семье, домохозяйстве, это мигранты иностранные или граждане других регионов Российской Федерации, то есть на строительстве, в охране объектов, няни, приготовление пищи, то есть вот эти виды деятельности, именно когда в семье используются мигранты, впервые будет изучено по данным 9 месяцев от текущего года, обследование будет проводиться три раза, вот в мае и каждые три месяца потом. Я думаю, что... Да, 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 то есть 10% экономически активного населения, которое не может найти работу у себя и все-таки оно не сидит без дела, не ждет какой-то помощи, ну, не просит ее, да, а само ищет работу и потом приезжает сюда и вкладывает средства и в развитие своего жилья, в обучение детей, повышение благосостояния своей семьи. Это плюс? Ну, 65% французов говорят в социологических опросах, что они работают не там, где они живут. Так что еще раз подчеркиваем, что это достаточно естественный процесс. Что касается внешней трудовой миграции, применительно к российским гражданам, нужно отметить, что из Чувашской республики за последние 4 года выехала за пределы Российской Федерации с целью трудоустройства порядка 430 российских граждан. Въехала к нам в качестве квалифицированных иностранных работников из визовых стран порядка 300 иностранных граждан. То есть здесь незначительные такие перемещения они не создают никакой тенденции. не влияют на общую ситуацию. А ваша служба что делает в этом? Если говорить о сером рынке и о серой зарплате, конечно, это негативные понятия и сами явления негативные, потому что это сказывается и на том, что человек, достигая пенсионного возраста, теряет право на социальные гарантии, на достойную пенсию и так далее. Я хочу сказать, что в республике сохранились традиции по направлению граждан за пределы республики организовано. По направлению органов службы занятости ежегодно за пределы республики направляется более тысячи человек. 1100-1200 человек. Это уже организованная отправка граждан. Она производится в соответствии с заключенными договорами, в которых предусмотрены все социальные гарантии, весь соцпакет. Перед тем, как направить безработного гражданина или гражданина обратившегося службы занятости, проводится собеседование, проверяются условия быта, условия труда, охрана труда, чтобы соблюдалось на этих объектах. То есть, это гарантированное трудоустройство, которое потом в дальнейшем и влияет на ту же пенсию, потому что это все в соответствии с договорами, которые они заключают с работодателями. Это все записи в трудовой книжке. Я хочу сказать, что на протяжении многих лет у нас уже наработаны связи с Москвой, Московской областью, с Воронежской областью. Мы работаем с предприятиями Саха-Якутии направлением деятельности. И, конечно, надо отметить, что все эти договора, которые заключаются с нашими работодателями, находящимися за пределами республики, они предусматривают гарантированную заработную плату, которая несколько выше, чем, скажем, у нас в республике. В агропромышленном комплексе заработная плата приглашающих сторон составляет порядка 20-25 тысяч. Если это строительный объект, это где-то 30 тысяч. Если выезжают на золото добывающие, это 45-60 тысяч. То есть у нас работа налажена, она продолжается. И говорить о том, что все выезжающие мигранты сегодня находятся в ситуации осуществления работающих в условиях серого рынка и получающих серую зарплату, это, наверное, немножечко неверно. То есть есть и организованная отправка граждан, и есть какой-то учет. Ну что ж, уважаемые эксперты, завершая нашу программу, я, наверное, от вашего имени должна подчеркнуть, что действительно право на выбор своей работы существует у человека, и никто не имеет права его отнимать. Другое дело, что, конечно, хотелось бы, чтобы как можно больше и интенсивнее рабочих мест создавалось в нашей республике, для того, чтобы семьи не разручались, и для того, чтобы, вы даже, знаете, так банально, чтобы наши дети оставались жить рядом с нами, для того, чтобы и помогали мы им выращивать их внуков, для того, чтобы мы были все по-семейному счастливы. А вот те слова, которые говорили вы о том, чтобы люди думали о своем будущем, о своей пенсии, к сожалению, не свойственно это думать об этом молодым, да и многим, даже и зрелым вполне людям, пока они не придут к порогу пенсионного фонда. Поэтому только осознанная и ответственная жизнь может быть у человека радостной и эффективной. Спасибо экспертам за нашу беседу, нашим телезрителям и радиослушателям позитивного восприятия мира и себя в этом мире. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова